Чита называется Севастопольская. Мы не будем вдаваться в подробности политических перипетий. Но мне было интересно сразу после известных событий посмотреть самому, что это такое вообще, что такое Крым. Поговорить с людьми, пообщаться, узнать их мнения, суждения. И я сразу туда поехал с семьей. Очень большое впечатление на меня произвел Севастополь. Севастополь, город воинской славы, такой, что там, я думаю, конечно, можно найти у нас такие же города. Но Севастополь просто потрясный город, потому что за такой плачок земли, столько было кровавых войн, осады и штурмы. То есть просто вообще уникальный город. Кто хочет своих детей воспитывать более-менее лояльными к своей родине, Я считаю, что обязательно нужно съездить в этот прекрасный город и показать вообще, что делали наши предки. Главное, зачем они это делали, не щадя себя в своей жизни. Ну, немножко Читу, конечно, повеселее написал. Тоже в четырех частях. Первая часть в Дельфинарии, поскольку мы куда-то в Дельфинарии, в Приморском городе. Вторая часть называется «Танго Приморского бульвара». Это вот я писал прямо с накуры. Когда на этом Приморском бульваре, где находится такой открыточный вид Севастополя, где памятник затопленным кораблям, такая красивая наглядная, там какая-то пара байная танцевала, танец, оператор снимал, и музыки не было слышно, поскольку мы были так далеко. Я так подумал, ну, это же как хорошо танцуют, дай-ка я свою музыку напишу для них. И написал. Третья часть называется «Самбо-Яшмого пляжа». Это то есть самое чистое море в Севастополе. Это мыс Фиолент, Георгиевский монастырь. И вот чтобы искупаться в этом пляже, нужно по ступенькам, которые вырубили монахи много веков назад, с 40-этажного дома спуститься, искупаться, и потом с 40-этажного дома подняться, чтобы домой дойти. И так, допустим, два раза в день. Лучше фитнеса я не встречал в своей жизни, потому что сам бы такую пытку я вообще даже не придумал, наверное. Тут у меня даже Санишка, он первый раз поехал, он был пять лет, и вот так вот тоже захватило. Я ему сказал, что ты же видел там, сколько там наших погибло здесь, Севастополе, гораздо сложнее было. И вот он терпел и подымался туда и обратно ни разу не жаловался. Сейчас ему уже семь лет, он вообще там это все бегал. Пляж очень чем хорош, это такой фильтр. То есть там очень интересная публика собирается. Нет пьющих, нет курящих, нет матерящихся, нет таких с избыточным весом. Там все поджары такие, спортивного тела, телосложения. Так что вот интересное место, мне очень нравится. И последняя пьеса называется «Последний день Севастополя». Это вот такая у нас семейная традиция уже стала. То есть мы когда садимся на чемоданы, уже уезжать из Севастополя, я беру гитару, играю эту пьесу, дети плачут, потому что это на самом деле тяжело покидать. Даже не столько Севастополь, сколько понятно, что все, праздник кончился, лето кончилось, здравствуй, уральские будни. Поэтому такая пьеса получилась невеселой, прямо скажем. Итак, четыре части, хлопаем в конце. Гельфинарий, танго Приморского бульвара, самбо Яшевого пляжа, 800 ступенек вниз, 800 ступенек вверх, и последний день Севастополя. Гельфинарий, танго Приморсанополя. Субтитры создавал DimaTorzok Таблград Приморского бульвара 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Играет музыка Играет музыка Играет музыка Играет музыка Играет музыка Бывший, как я понимаю, купеческий какой-то особняк, весь в дереве отделан. Сейчас все чаще и чаще, когда едешь играть в разные города, заставляют гитару подзвучивать. Ну, понятно, что там, хотя зал, допустим, небольшие, там 300-200 человек, и уже считаю, что гитары без подзвучки уже нет. А вот вчера зал просто, он где-то 170, несмотря на то, что был анслар полный, то есть 70 человек, и без всякого микрофона, и просто в любом конце зала просто идеальная слышимость. То есть удивительно, что в таком небольшом городке такой уникальный для гитары зал. Следующая пьеса называется «Блюзь нехорошего квартала». Это воспоминания моей такой, вы же знаете, там Челябинец такой город непростой, а я там 8 лет жил, 8 лет жил в таком нехорошем квартале. И часто возвращался по ночам, поскольку там жизнь музыканта такая, то концерты там, то сам на концерты, кому-то сходишь, то в гости сходишь. И вот нужно было выбирать или через парк, который там мне рекомендовалось быть не только ночью, но и днем, мне лучше не заходить, там группота все время была. Или, значит, постраховаться и долго-долго его обходить там, он был очень огромный вдоль забора. И вот когда я с гитарой шел, то, конечно, я всегда обходил, несмотря не на то, что хотелось быстрее домой. А когда я был без гитары, то свято дело, я рисковал. Рисковал, и вот это ощущение, когда ты заходишь в этот парк, где местные губники выбили все лампочки, там темнота страшная, и вот ты идешь через этот парк, ждешь, потому что сейчас из-за каждого там куста, молдом, 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 вот это ощущение такой опасности, когда ты должен быстро принять решение или драться, или убегать, других вариантов там просто нет. Оно как бы долго так со мной присутствовало. Ну, Бог как-то меня миловал, как и вообще в моей жизни часто, я так понимаю, не знаю за что, ни разу не было ничего, хотя все местные крутили пальцем у виска и все ждали, когда же я нарвусь. Ну, как-то нет, не нарвался, не нарвался, не нарвался. И поэтому, как говорят психологи, что, значит, если у вас есть какая-то проблема, заплатите нам деньги, вложитесь на кушетку, расскажите нам об этой проблеме. И она как-то сама по себе рассосется. Я подумал, как-то дорого, кушетка какая-то, да еще и посторонним людям рассказывать про свои ощущения, ощущения, да. Вот я решил написать пьесу. И психологи правы, то есть я написал пьесу, и как бы это ощущение ушло. Пьес состоит из таких двух частей, получается. Первая часть, это скорее всего, когда я захожу в этот парк, и это ощущение опасности за каждым кустарком. А вторая, когда я уже вижу огонек своего подъезда, что я уже все, вот, сейчас, что бы там не было уже, я все равно, сейчас рвану напролом и все равно добегу до подъезда. Вот такая получилась мажорно-минорная. Ну, как и жизнь. И так, блюз нехорошего курдала. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА